Интересно выглядит, да? Это один из вариантов, как уйгуры лепят самсу. Новый год близится, а значит самое время найти хорошие рецепты. Салаты, фрукты, десерты, ну и конечно же выпечка. Сегодня я хочу показать вам нашу настоящую уйгурскую самсу, которую мы подаем к столу, встречая или провожая наших уважаемых гостей. Вы на канале по ушам, я Эльзат Малик, поехали. Вкусная, ароматная, румяная самса, как яркое солнышко в руках умелого повара, поэтому я настоятельно рекомендую вам досмотреть это видео до конца, чтобы солнышко было в ваших руках. Итак, друзья, давайте для начала сделаем тесто и пока оно будет отдыхать, мы займемся начинкой. Значит, что нам понадобится? Безусловно, это высший сорт муки. Значит, у меня здесь ровно один килограмм. Холодная вода, я растворил уже здесь предварительно соль. Я всегда добавляю большую часть воды. С тестом нужно работать тщательно, друзья. Не нужно все это дело вот так в клубок собирать, да, два-три раза рукой придавили и убрали, и соответственно потом вы пишете, что у меня тесто не получилось. Мука уже впитала небольшую часть воды. Теперь я добавляю растительное масло, не жалею. Добавляю еще небольшое количество воды и продолжаю замешивать. Тесто должно получиться не тугое и не мягкое. Поэтому сейчас я вот в таком режиме поработаю с тестом, и когда будет уже более-менее однородная масса, мы выкладываем уже это на деревянную поверхность и начинаем рвать тесто. Сейчас я вам все покажу. Вот эти движения, когда мы тесто рвем, это все, как говорится, пришло от уйгуров. Прорабатываем каждый кусочек, тем самым добиваемся идеального теста на самсы. Надеюсь, с тестом все понятно. Сейчас мы сделаем начинку. У меня здесь говядина, транш. Сейчас мы зачистим вот эти все жилки, прожилки, все это мы уберем. Говядину мы нарезаем на стандартный кубик с размером с горошка. Сначала я нарезаю на пласты, затем делаю солому и уже потом нарезаю на небольшой кубик. У нас уйгуров, у нас всегда рубленое мясо, поэтому испокон веков, как говорится, мясо всегда нарезали. Конечно, времена меняются. Многие могут подумать, что раньше у наших предков не было там мясорубки, да, то наверняка они бы ей воспользовались. Нет, друзья, здесь тоже, как говорится, все достаточно. Просто, когда вы берете фарш, приготовили самцы, у вас фарш образовывается вот в такой комок. Все, он сухой. Ощущение того, что ты сейчас съел тесто с фрикаделькой, да, поэтому настоятельно, как говорится, рекомендую нарезать. Ну, если я вам лень, конечно, никто не спорит, друзья. Берите, как говорится, он хоть в блендер, как обломов, да, и делайте там люля-кебаб, лишь бы не наткнуться на сталь кишевая, иначе все, кирдык башка. Что касается репчатого лука, попки не трогаем, отсекаем только верхнюю часть. Делаем надрезы. Значит, сейчас я вам покажу технику, да, как правильно. Как правило, бывает такая проблема, ты делаешь надрез и полностью прорезаешь лук. Он у тебя разваливается, соответственно, потом тебе резать тяжело. Так вот, чтобы этого не допускать, у любого ножа есть пяточка. С помощью этой пяточки ты контролируешь дистанцию. Смотрим. Вот. Ударили, но до конца не прорезали, за счет того, что я, как говорится, контролирую все это делать пяточкой. Все. Значит, там, где мы не достали ножом, собственно, мы делаем надрезы. Вот такие вот надрезы. Два буквы вполне достаточно. Теперь выставляем три пальца вперед, два сбоку. Придерживаем края большим пальцем и мизинцем. Три пальца выставляем вперед подушечки, тем самым защищаем наши пальцы. Прорезаем. Не просто давим и ломаем тем самым лук, да, а именно делаем движения вперед и вниз. Нарезаем вот таким вот способом. Остатки лука. Просто переворачиваем лук, вот, и уже здесь начинаем прорезать. Друзья, здесь, опять же, смотрите, если кубик большой получился, да, надрезы были большими, всегда можно все это дело вот такими вот движениями. Одну сторону вы придерживаете, на вторую сторону надавливаете. Получается своего рода вот такая мясорубка. Итак, друзья, что касается специй, значит, у меня здесь молотая зира, черный перец и паприка. Зиру уйгуры в восточном Туркестане достаточно часто используют в мантах, самсе и, безусловно, в шашлыках. В лагман зиру мы никогда не добавляли. Исключительно для фарша, либо для шашлыка. Я беру зиру, добавляю все это дело в мясо, небольшое количество в лук, добавляю паприку, добавляю черный молотый перец. Черный молотый перец вы можете варьировать на свой вкус. Кто-то любит больше остроты, кто-то любит меньше. Ну и, собственно, соль. Солим мясо и солим лук. Теперь добавляю растительное масло. Небольшое количество. Значит, в оригинале, конечно же, друзья, используется внутренний жир. Ни в коем случае не курдюк. Я вообще понятия не имею, кто придумал добавлять в самсу и тем более в манты вот этот курдюк бараний, да? Потому что курдюк, как правило, он не тает и оставляет вот такие кусочки жира. Как это есть, я не понимаю, друзья. Напишите в комментариях, любите ли вы курдюк. Лично я, например, терпеть его не могу. При всей любви к баранине курдюк, извини. Вот. Лучше добавить внутренний жир, да, почечный жир. Он, как говорится, в процессе приготовления он тает, смешивается с соком от лука и своего рода получается такой бульончик, что, соответственно, только плюс к вашему фаршу. Сейчас я это дело заменил растительным маслом, поэтому для тех, кто не любит жир, друзья, вот это самый идеальный вариант. Значит, мы смешиваем для начала лук, потихоньку цепляем говядину, чтобы специи, как говорится, равномерно размешались. Безусловно, мы должны понимать, что если ты готовишь самсу или манты, да, что все-таки должно быть в приоритете больше мяса, а не лука. Лук не должен преобладать над мясом. Теперь, для сочности можно добавить небольшое количество обычной воды. Мясо впитает в себя воду и в процессе приготовления оно будет сочное. Все, друзья, фарш у нас готов. Сейчас, значит, мы убираем его примерно на 10 минут, чтобы специи все впитались, чтобы мясо у нас промариновалось и после чего мы перейдем уже непосредственно к лепке наших замечательных соусов. Обычно я приминаю руками тесто, потом раскатываем, нарезаем примерно по 50-60 грамм. У меня сейчас весов нету, поэтому делаю все на глаз. Убираю, даю, как говорится, сформироваться нашему тесту, да. Опять же, создаю руками условный круг. Для чего я это делаю? Чтобы в последующем раскатывать тесто было гораздо удобнее. Я придерживаю большим и указательным пальцем одну часть теста, вторым большим пальцем я придавливаю и меняю, как говорится, положение рук. И у нас получается вот такой вот круг. Дальше я его выкладываю, надавливаю и у нас получается плюс-минус круг. Какой способ вам будет удобнее, ближе, смотрите сами. Тесто обязательно нужно убрать в пакет, потому что оно быстро засыхает. Дадим отдохнуть тесто буквально 10 минут, чтобы оно подошло и уже начнем лепить самцы. Итак, тесто у нас подошло, значит, мы припыляем стол. Значит, мы раскатываем тесто в небольшой круг, лишнюю муку встряхиваем, берем фарш и начинаем лепить. Я вам покажу самые основные варианты. Значит, здесь мы собираем косичку, кому как угодно дошли, значит, до половины, хорошенько прижали. Теперь здесь мы, значит, тоже прижимаем все это дело. Вот так надавили, затем уложили все на бок. Лепесточек, да, у нас получается своего рода? Это один из вариантов, как уйгуры лепят самцу. Сейчас покажу вам второй вариант. Раскатали в круг, берем одну сторону, завернули, прижали, делаем вторую складку. Слегка придавили все это дело и заворачиваем. Вот, значит, теперь мы два края также защипываем и двумя большими пальцами придавливаем. Вот. И у нас получается вот такая вот форма. Интересно выглядит, да? Значит, есть еще один вариант, который в основном, конечно же, делают самсу праздничную, да, скажем так. Сейчас я вам продемонстрирую. Выложили на ладонь и уже тремя пальцами собираем красивый шов, да? Вот таким вот способом. В идеале, конечно, самцы готовятся в тандыре. Большая температура, красивый цвет. У меня дома самая обычная духовка, поэтому мне нужно будет смазать самцы яйцом. Смажу только лепестки, а эти самцы смажу обычной водой и мы это отправим в духовку. Итак, друзья, самца у нас готова. Конечно, не все идеально с точки зрения нашей духовки, да? Духовка вообще доисторическая, поэтому пришлось подержать подольше. 180 градусов не хватает, врубил на максимум. И мой совет для тех, у кого такая же духовка, нужно будет постоянно менять, да? Сверху немного сделали колер, поставили на нижний этаж. Снизу у вас все пропеклось, да? Как-то так. Ну, давайте пробовать. Очень вкусно. Специи все, как говорится, в меру. Тесто классное. Я думаю, что вы порадуете своих близких. С вами был я, Ильзат Малик. Увидимся в новом выпуске. Всем пока.